На заседании правительства также обсуждали вопрос развития туризма в стране. О возможностях отрасли, об отзывах иностранцев о красотах Кыргызстана смотрите в материале Сайкал Султанкуловой. Фразу «Кыргызстан красивейший край» не произносит только ленивый. Именно так охарактеризовал свой визит в Кыргызстан Константин Бышевой, представитель телеканала «Живая планета». Теперь воодушевленный российский журналист снимает полнометражный фильм про первозданную природу Кыргызстана. Более того, Константин Бышевой на своей страничке в Facebook поделился своими впечатлениями. Если вы еще там не были, срочно покупайте билеты, ибо скоро она превратится в Швейцарию, Северную Италию или Новую Зеландию. Все предпосылки для этого есть. Придет большой турбизнес и мировые отельные сети. И все будет как в Альпах, Доломитах и Андах. А пока она очень самобытна, свежа и даже уникальна. Как девица на выданье. Кыргызстан очень вкусный, сочный и насыщенный. Это концентрированная красота и отсутствие того, что уже надоело туристу с парой десяткой штампов за грандпаспорте. Доброжелательные люди, русский язык, отменная еда и смешные пока цены. Пройдет еще совсем немного времени, и Кыргызстан будет одной из мег туризма. Нисколько в этом не сомневаюсь. И не сомневаюсь в том, что прилечу сюда еще. Кататься на лыжах, рыбачить, ходить в горы и есть лучшую самсу в мире. Кыргызстан, я в тебя влюбился. Безусловно, позитивные отклики о нашей стране вызывают у каждого кыргызстанца чувство гордости. Пост российского журналиста в социальных сетях прочитали и прокомментировали сотни людей. О, Кыргызстан, любовь моя! Там действительно очень-очень красиво, вкусно и все люди очень добрые. Спасибо за такой хороший отзыв о нашей стране. Очень приятно слышать такие слова от вас. Приезжайте к нам почаще, всегда будем рады гостям. Огромное спасибо вам за отзыв. Мы сами, кыргызстанцы, чаще всего не замечаем, какая чудесная природа нас окружает. Пока про нее не напишет иностранец. Кыргызстанцев не может не радовать и то, что за последнее время в мировых СМИ наша страна попадает в ведущие рейтинги, как одна из привлекательных стран для туристов. Подобные публикации все чаще и чаще начали призывать туристов воспользоваться уникальной возможностью увидеть первозданную природу Кыргызстана, познакомиться с обычаями и культурой народа, сохранившего по прошествии веков свою самобытность. Так, согласно рейтингу Всемирной туристической организации ООН, в Кыргызстане в ближайшие 10 лет произойдет туристический бум. Они считают, что Кыргызстан – одна из самых интересных стран мира для любителей экологического туризма. Отмечая, что именно в нашей стране можно посетить огромное количество заповедников и природных парков, понаблюдать за дикими животными, занесенными в Красную книгу, и увидеть редкие виды растений, среди которых есть и такие, которые встречаются в единичных экземплярах и только в Кыргызстане. В деле о нашей стране много начали писать именно туристы, даже больше, наверное, именно блогеры, которые посещали Кыргызстан, которые приезжали либо по работе, либо просто к знакомым. И благодаря и через них мир начал узнавать о нашей стране. В топ-5 курортов ближнего зарубежья для летнего отдыха россиян входит наша «Жемчужина». А это означает, что приток туристов из России гарантирован. Этому свидетельствует количество забронированных отелей с 1 июня по 31 августа. Туристам в этом году благоволит и погода. Благодаря аномально теплым зиме и весне, в этом году температура воды в озере Иссык-Куль уже приближается к 20 градусам. Это значит, что в начале июня она уже будет вполне комфортной для купания. Бесспорно, что Иссык-Куль – единственная и неповторимая «Жемчужина» нашей страны. Но не стоит ограничиваться лишь ею, поскольку во всех семи областях республики есть свои уникальные места, которые мы с достоинством можем разрекламировать мировому сообществу и сделать туристический сезон круглогодичным, отметил премьер-министр Сурамбай Джеймбеков на заседании правительства. «Во всех областях Кыргызстана есть красивые места, но мало кто знает об этом. Каждая область должна создавать условия, чтобы к нам приезжали. Нужно ввести системную работу по развитию туристических объектов, улучшению инфраструктуры, ведь в регионах немало привлекательных мест для туристов». Премьер-министр поручил полномочным представителям областей республики разрекламировать семь чудес Кыргызстана и не ограничиваться одним Иссыкулем. Если Иссыкуль – жемчужина Кыргызстана, то озеро Сарычелек – это бриллиант в горном обрамлении. Красота Сарычелека не перестает восхищать даже жителей буферной зоны заповедника. Что уж тут говорить о тех, кто оказался здесь впервые. Туристы сравнивают его с озером Байкалом, хотя тут же признаются, что акватория Сарычелека куда уникальнее. Сон-Куль – это второе по величине высокогорное озеро Республики. В отличие от Иссыкуля, Сон-Куль замерзает зимой. В зависимости от погоды водная гладь Сон-Куль окрашивается в разные цвета – то в фиолетовый, то в синий, то вдруг в желтый или оранжевый. Поэтому возникает ощущение, что у озера бывает разное настроение. На побережье нет деревьев. Зато здесь можно полюбоваться необъятными россыпами эдельвейсов, которые занесены в Красную книгу, а также великим множеством других изящных и порой очень редких цветов. Цветок Агуль радует глаз каждого из нас. Этот цветок растет только в одном месте планеты – на одной стороне горы Айгуль-Таж в Баткенской области. Как гласит легенда, девушка влюбилась в прекрасного юношу, но замуж ее выдали за другого. Оплакивать свое несбывшееся счастье Агуль ушла далеко в горы. Из ее чистых и искренних слез и вырос прекрасный цветок. А национальный комплекс Манас-Ордо – уникальный памятник, связанный с поэтической легендой. Согласно преданию, много веков назад здесь был похоронен легендарный герой кыргызского эпоса Батыр Манас. Все талаская долина в народном представлении овеяна воспоминаниями о событиях, запечатленных в эпосе о национальном герое Манасе. В Кыргызстане будет чему удивиться поклонникам и любителям историко-культурных памятников. Одно из излюбленных туристических мест – священная гора Сулай-Манто. Поклонение этой горе сочетает доисламские и исламские верования. На пяти вершинах горы на горных склонах находятся многочисленные древние храмы и пещеры с наскальными изображениями. С июня 2009 года гора Сулай-Манто стала первым в стране памятником, внесенным в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Еще одной уникальной достопримечательностью Кыргызстана признан историко-архитектурный комплекс Бурана. Минарет Буранинского городища датируется X-XI веками. Минарет был возведен могущественным ханом с целью уберечь свою единственную дочь от предсказанного смертельного укуса черного каракурта. Однако трагического предсказания избежать не удалось. Дочь погибает от укуса каракурта, занесенного в убежище с гроздьями черного винограда. Башня становится усыпальницей. Жемчужина ждет туристов не только летом, но и зимой. Это время года открывает новые возможности перед любителями горнолыжного туризма. А горнолыжная база «Каракул» – это уникальный по своим природным условиям горнолыжный курорт. В зимнее время это рай для лыжников и сноубордистов. А прогулки на снегоходе через зимний лес добавят положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Еще одним чудом из Сокольской области является ущелье Джитюгюс или скалы Семи быков. Чтобы своими глазами увидеть неповторимую красоту каньона, со всех концов света приезжают туристы. На самом деле чудес в Кыргызстане куда больше. Каждая территория содержит многогранные природные и этнографические ресурсы и историко-культурные памятники. Но иметь красивую страну и бесценную культуру для привлечения туристов, по мнению премьер-министра, недостаточно. Природа природой, но туристу необходимы элементарные условия. Вы 10 лет говорите, что не хватает туалетов по дороге на Соколь, а их так и нет. Нормальных туалетов как не было, так и нет. За это пришлось покраснеть министру культуры, информации и туризма Аутембеку Махсутову. Благо в свои частные современные туалеты начали впускать отдельные автозаправочные станции, расположенные вдоль трассы Найссы-Куль. У нас на каждой автозаправочной станции находятся туалеты для клиентов. Не важно, клиент на автомобиле или пешком пришел. Туалетом на АЗС «Газпром» могут воспользоваться любые, да, все. Я вас попрошу не закрывать турсезон. Зачем в мае-июне вы объявляете на весь мир, что туристический сезон в Кыргызстане открыт, а в конце августа трубите, что закрыт. Ведь есть же и зимний турсезон. Вообще страна круглогодично должна быть готова принимать туристов. Премьер особо отметил, что каждый приезжий турист должен чувствовать себя в Кыргызстане как дома. Для этого он должен быть в полной безопасности. Задание получили практически все министерства и ведомства. Все требования главы правительства должны быть выполнены до 1 июня, чтобы наша уникальная страна, сохранившая и по сей день множество загадок и тайн, с достоинством смогла открыть туристам свои двери. Саекл Сутанкулова, Эсентур Абыкеев, Общественный Первый канал. Итоги недели. Саекл Сутанкулова, Эсентур Абыкеев, Общественный Первый канал.